Сотрудники Управления госавтоинспекции МВД по Карачево-Черкесской республике совместно с Министерством образования и науки провели на базе Центра развития номер 11 Черкеска региональный этап конкурса «Безопасное колесо». В региональном этапе соревнований приняли участие команды юных инспекторов дорожного движения из общеобразовательных учреждений Карачева-Черкесии, победившие ранее на районном этапе конкурса. Ребята демонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи, рассказывали правила дорожного движения и проходили тематические испытания. Подробнее расскажет Мураджин Кёзов. Азартные состязания, новые знакомства и получение ключевых навыков, которые помогут школьникам стать законопослушными участниками дорожного движения – все это про конкурс «Безопасное колесо». Всероссийский конкурс и его региональные этапы проводятся ежегодно, и основной целью его проведения является предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения. Подобного рода мероприятия, которые мы проводим, в том числе этот конкурс, конечно же он способствует тому, чтобы детишки у нас повышали уровень самосознания, повышали уровень знаний касаемо правил дорожного движения. И уже в каких-то тех или иных дорожных ситуациях они уже будут знать, как себя вести. Если мы берем элементарно же вот этот конкурс вождения фигурного, есть определенные ситуации, из которых необходимо выходить. Где-то они могут, допустим, ошибиться и уже в дальнейшем где-то исправляются. Ну, то есть есть такие моменты, которые и в жизни пригодятся в дальнейшем. То есть где-то приходится уже учиться и на своих ошибках. Касаемо теории ПДД, естественно, понятное дело, что детки все у нас готовились, изучали какие-то определенные моменты, которые, согласно законодательству Российской Федерации, где-то уже будут их применять, будут между собой соревноваться. И сам факт соревновательный, вот этот момент, тоже подстегивает детей. Они, конечно же, будут делать все для того, чтобы свои знания вот эти в дальнейшем тоже повышать. И мы, естественно, будем на постоянной основе делать так, чтобы проведение этого конкурса у нас улучшалось, и детям было все интереснее участвовать в них. В этом году в региональном этапе конкурса приняли участие детские команды из районов республики. Юные инспекторы прошли несколько этапов состязаний. Программа мероприятия включает в себя экзамен по знанию правил дорожного движения, тест по оказанию первой медицинской помощи, автогородок, велополосу препятствий на время, командное решение задач «Безопасный путь домой» и творческий конкурс. Ежегодно региональный этап конкурса «Безопасное колесо» проходит на базе городской пилотной площадки по изучению правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В этом году у нас участвуют семь команд с семи районов Карачаева-Черкесской республики. В команду составляет четыре участника, две девочки и два мальчика в возрасте от 10 до 12 лет. Конкурс «Безопасное колесо» проводится в четыре станции. Это теория медицины, теория правил дорожного движения, фигурное вождение велосипеда и творческий этап конкурса. В этом году движение «ЮИД» отмечает свой юбилей, 50-летие. И как раз конкурс «Безопасное колесо» тематически приурочен к 50-летию «ЮИД». Участники конкурса на каждом этапе показали хороший уровень подготовки и командный дух. По итогам всех этапов состязаний лучший результат показала команда школы номер 11 республиканской столицы. Они и поедут на финальный этап всероссийского конкурса, который пройдет 30 сентября в Анапе Краснодарского края. Мурат Жанкиозов, Вести Карачаева, Черкесия.